У меня всегда есть вопросы, когда я был в МЛБ. Но нет, нет. Для гурдов рядом нет никаких вопросов. На поясе. На поясе. На поясе. На поясе. На поясе. Вопросы какие-нибудь задайте. Хотя бы маленький гурдов может там частно отвечать. Окей, Махараш. Почему это написано, что direct sakshak darshan is much better than darshan in meditation? Переводите вопрос. Переводите. Я спросил, почему говорят, что darshan глазами, то есть непосредственно ценится выше ваишнала, чем darshan внутренний во время медитации? Куман. Однажды, когда Гопу Кумар оказался на Джаналоке, а потом Тапа, Локи. И в то время Гопу Кумар встретился с ними, что Гопу Кумар не был счастлив. Тем не менее, он там не был счастлив. И мудрецы Тапа Локи сказали, Гопу Кумар, ну что ты мечешься? Просто сиди здесь, занимайся медитацией. Мы постоянно медитируем на Господа. Невозможно увидеть материальными глазами Господа. поскольку Он трансцендентен. И в материальных сенсах вы не можете воспринять его. И вы не можете понять материальные сенсы. То есть он непостижим для материальных чувств. В этом стихе говорится, что Святоиме Кришны, Его качество, Его образ и деяние, все это не отлично от самого Господа. Поэтому Даршан Господа, то есть видеть Господа можно лишь с Вами трансцендентными чувствами. Вот смотри, они сказали ему, то есть Гопу Кумар, мудрецы Тапа Локи, мы занимаемся медитацией и мы в медитации созерцаем его. Наш Шрил Санатана Гасами в этом контексте объяснил. Он говорит, что преданные Кришны хотят Его увидеть непосредственно Своими глазами. С одной стороны, те, кто медитирует на Него, Он тоже предстает перед ними. Но когда Господь появляется перед глазами, тогда появляется возможность непосредственно Служения Ему с остальными чувствами. Но как обрести непосредственно Даршан Господа? Это означает, что в этот момент нужно обладать своим трансцендентным телом. Тело Господа трансцендентно, как говорит Господь Брама, Ишвара Парама Кришна сачтананда виграха, Его тело трансцендентно. Друба Махарач также совершал Аскезы и Господь даровал ему Даршан. И он думал, что я вижу его Своими глазами. И он думал, что я вижу его Своими глазами. Я смотрю его Своими материальными глазами, но это не так. То есть, благодаря милости, благодаря силе Верховного Господа, Его чувства обрели качество Тадатмабаб. Тадатмабаб means oneness with the potency with the Lord. То есть, они стали едины с силой Господа. Обычно Ачаря приводит пример с железным прутом. Если его поместить в огонь, тогда он станет таким же горячим, жгучим, как огонь. И если им прикоснуться к чему-либо, он подожжет дерево, бумагу. И тот, кто занимается чистым предуслужением, благодаря милости и энергии Господа, его чувства становятся Тадатмабаб, то есть едиными, с его милостью, с его энергией. Так Друба получил Даршан Господа Нараяны. То есть, чувствами, которые стали Тадатма. И чистые преданные Суддабахты хотят увидеть Господа с помощью своего трансцендентного тела. И они смогут в своем трансцендентном образе служить непосредственно Господу. Но вот это состояние, которое прежде было описано как Тадатма, оно не постоянно. Вот это, например, пример. Огонь. Когда огонь выкладывается в огонь, то в огонь выкладывается в огонь, и в огонь выкладывается в огонь. Потом, после некоторых часов, огонь станет холодным. Если мы напитаем железный пруд энергией огня, он будет действовать как огонь, но через несколько часов он снова останет. И чистые преданные хотят получать непосредственно Даршан Господа. И своими трансцендентными чувствами хотят непосредственно служить Ему. В медитации невозможно служить непосредственно Господу. Человек может медитировать, помнить о Господе. И в момент созерцания Господа необычайные экстатические эмоции проявляются в теле такого предного. По этой причине Нарда Риши неоднократно получал Даршан. Господь милости даровал Ему Своё видение. Но в тот момент он не мог служить в медитации. Да, то есть он получал Даршан в медитации Верховного Господа, но в тот момент он не мог Ему служить. Поэтому он терял сознание в разруке. И когда он вернулся в сознание, он вспомнил прекрасный образ Господа. И он просил Господа, пожалуйста, даруй мне свой Даршан. Снова. А Господь ответил нет. Но Господь ответил нет. Он сказал в этом материальном теле ты не сможешь меня больше увидеть. Когда ты обретёшь Своё Духовное Тело, атма-деху, и в Нём вступишь в Мою Вечную Духовную Обитель Вайкунху, так ты сможешь меня увидеть. Вот в этом отношении, по этой причине чистые преданы хотят непосредственно видеть и служить Господу. Они хотят, не просто видеть Господу, они хотят Его видеть непосредственно и служить Ему. И медитация так же это по состоянию, которое не столь стабильно. Да? Да, 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 то есть медитировать можно лишь какое-то время. То есть это не естественное состояние, в котором можно жить постоянно. Например, Вы повторяете свои гайты и гопал мантры. И Вы повторяете определенное количество мантр. Ну хорошо, Вы повторяете их много часов. Но сколько часов? С утра до вечера. Несколько часов. А потом снова будут вернуться в обычное состояние сознания. Но если Вы повторяете свое трансцендентное тело, это называется Ахма Шарира, тогда Вы сможете непосредственно служить Кришне. Вот почему они хотят, преданные хотят непосредственно видеть Господу служить Ему. Так же Биламангал Тхаку. Так же Биламангал Тхаку. Господь дарвал Сударшин Ему. Но он не был счастлив. Потому что он не мог непосредственно служить Кришне. Бхагават Сева, то есть служение Бхагавана подразумевает наличие соответствующего тела для служения. Я не смогу повторить термин, который обозначает это тело. Бхагавату Па-йоги Сева. Бхагавату Па-йоги Сева. Бхагавату Па-йоги Део. Бхагавату Па-йоги Део. Бхагавату Па-йоги Део. Только с помощью такого тела можно служить Верховному Господу. Так же это процесс. Медитация, в определенный момент, не всегда. А в медитации это непостоянно. Это может занять несколько часов, но не постоянно. Но в трансценентном теле можно служить непосредственно Божеством. Так что, для внимания, Део Деоди, Суддхабхата, они хотят, чтобы принимать Суддхабху к Богу. Вот почему предны хотят видеть Господь Магарашкина. Вы говорите, что Бхагавату Па-йоги Део. Вот из Хизраса. Сам Ачарис mentioned this? Да, в рейтинге. В комментариях, да, в Бхагаватхакуре, в комментариях, Пиаде объяснил, что здесь называется. Кришна Пакша Крупи. Кришна Пакша Крупи. То есть, Он в группе Кришны. Те, чье настроение больше тяготеет Кришне, чем Шримати Радик. Например, еще одно указательство, Кришна Карнамрита, это работа, книга Бхагаватхакура, она в основном представляет Кришну. Кришна Карнамрита. Кришна Карнамрита. Кришна Карнамрита. Кришна Карнамрита. То есть, он называется Кришна Пакша Гапи. И вот он в комментарии , то есть кто Pascal Bhattara Gaza написал, что NomangaTakur являетсяificar Krishna Paxka gopis Жcul distanced Lesחoma Gopi Кришна Bhatya Gopi, Гленица Fosil Кришна Paksha, Рад ahаккша U pay. У pay. У pay И金 approval То есть те кто сторонит кришны из Сумадгирсии и те, кто равно относится к Ним. Понимаете? Кришна-пакша-гопи, who are the Krishna-пакши? Intense, incline their mood towards Krishna. Кришна-пакша-гопи, те, кто склонны больше к Кришне. Like Dhanistha, Vinda, Vinda-Rika, they are called Krishna-пакши-гопи. Dhanistha, Vrinda, Vrinda-Rika. Vrinda-Rika? That Gopi's name is there. Есть такое имя, одной Gopi. Чандравали? Чандравали also? Кришна-пакша-гопи. And then, Uvhai-пакша, Uvhai means both. Uvhai означает оба. It's okay, Lolita, Visakha, they are called Uvhai-пакша-гопи. They love both Radha and Krishna. They call Uvhai-пакша-гопи. They call Uvhai-пакша-гопи. They call Uvhai-пакша-гопи. Radha-пакша-гопи, they are completely incline, they are hard. Only one pointed with Srimati-radhika. And there is Radha-пакша-гопи, those who are fully focused on Shrimati-radhika, they are completely all on her side. Again, Shrimati-radhika, five types of Gopi also there. And there is also a division of five groups. What is called? Soki, Nittosaki, Pranasaki, Prashtasaki, Prashtasaki, Prana, Prashtasaki. Soki, Nittosaki and Pranasaki, that is called Manjari-moda. Nittya-saki and Pranasaki. Это настроение Manjari. Soki, Soki, Nittosaki, Pranasaki, Prashtasaki, Prashtasaki. Pranashtasaki, that is called Lalitavishaka. Pranaprashhaki, to them below Lalitavishaka. And Nittosaki, Pranasaki, Нитя-саки, прана-саки — это настроение манджари. В их сердцах особое настроение, называется оно баволласа-май. А баволласа-рати. Если вы прочтете Уджуал-ни-ламанью, поймете. Иначе вы можете просто послушать. Я объяснил это в своей книге, называется «Закроюще сердца». Я объяснил это в своей книге, называется «Закроюще сердца». Я объяснил эти термины в этой книге. Итак, три категории гопи. И есть еще вот эти пять категории. Прана-саки, нитя-саки, прана-саки, прана-саки, прана-прешта-саки. Прана-прежта. Прежта, и прана-прежта. Понимаете? Это такое. В этом случае они указаны. Манджари-мунд — это манджари. Прана-саки — это нитя-саки и прана-саки. Они называют баволласа-рати. Это манджари. Те, кто такие категории, нитя-саки и прана-саки, в их сердцах проявляются на все настроения шматя-рати. Естественно. Понимаете? Манджари-бхаба означает, что Вы в сердце. Манджари-бхаба означает, что Симати-радикас, все, все, и автоматически, manifest it in the heart. Потому что Манджари-сева означает так. Потому что так совершается Манджари-сева. Потому что Манджари-севы, абсолютно, они знают сердце Кришны и не знают сердце Шримати-радики. И когда Шримати-радика встречается с Кришной, все, что происходит, появляется в сердце. Особенно Манджари, они говорят, что они отражение Шримати-радики. Понимаете? Как как, если Вы видите отражение своего тела, можно считать, что отражение не отличное от тела. Когда Кришна касается тела Шримати-радики, в этот момент Манджари чувствует это прикосновение. В связи с этим, есть один стих Вилапа Кусы Манджари, который написал Шиларгонадас Гасами. В этом стихе Ратиманджари обращается к Рупаманджари, что я знаю, это очень целомудренно. Ты полностью верна своему мужу, поскольку ты целомудрена. Ты никогда не смотришь в лице никого, кроме своего мужа. Но я знаю, что уже несколько дней твой муж не дома. Он куда-то отправился по делам. И ты одна живешь в своем доме. Но я вижу красную отметину на твоих губах. Он тоже жаловывает эти слова. Или, может быть, твои ливи как... Бимба фрукта. Промаганат. А! Или, как... Промаганат. Сылья промаганата. Это напоминает по цвету гранатовое зернышко. Должно быть, какой-то большой попугай. Он перепутал твои губы с гранатовыми зернышками. О! Этого пакета. Может быть, он тоже должен вернуться на твоих губах. Должно быть, он коснулся твоих губ. Вот откуда этот знак. Ты понимаешь? Это шутка. Откуда там появился на губах Рупаманджари этот след? Ведь они никогда не встречаются непосредственно с Кришной. Они не позволят Кришне приблизиться к себе и пытаться обнять и целовать их. Они всецело отдали себя от служения Шримати Радхики. Они никогда независимо не будут встречаться с Кришной. Но когда Кришна встречается с Шримати Радхикой и обнимается от ее, все это проявляется в их телах. Вот почему, когда Кришна встречается с Шримати Радхикой, тот же признак этого поцелуя проявляется на губах Рупаманджари. Понятно? Так что Рупаманджари появился этот след. Вот откуда на губах Рупаманджари появился этот след? И тогда возникает вопрос, а есть ли этот след на губах Рупаманджари? Потому что все манджари, когда Кришна встречается на губах Рупаманджари, на губах Рупаманджари, на губах Рупаманджари. И когда Кришна встречается с Шримати Радхику, признак этого поцелуя проявляется на губах Рупаманджари. Но они не смотрят на себя. Они смотрят на друг друга и говорят, а! То есть, они понимают, что у меня есть, значит, у тебя тоже есть. Бхахстан Сарасайта Курхупад приводил следующий прекрасный пример. Когда британское правительство управляло Индией, один британский судья подружился с адвокатом из Бенгалии. И у них была очень близкая дружба. После двух лет британский судья должен вернуться обратно в Лондон. Однажды британскому судью нужно обернуться снова в Англию. Когда праздник прощания проходил. Понимаете? Праздник прощания проходил. И тогда британский судья сказал своему другу адвокату местному. Я вернусь обратно в мою страну. Но я видел в Бенгале много различных фруктов. И ты можешь мне подарить какие-то фрукты. И тогда британский судья принес ему очень хороший джекфрут. И они не знают, как его кушать. Понимаете? И так он подарил судье джекфрут. И так он подарил судье джекфрут. А у этого британского судья была большая борода, усы. Солидно так все. Он подумал, когда увидел джекфрут, он так приятно пахнет. Но он не знал, как его есть. Но он не знал, как его есть. Он просто открыл. Потом он увидел. Свящий мужик пришел. И все сидели очень красиво. Он его разрезал, открыл. Увидел приятный запах, красивый все это. Семечки там есть. И он начал кушать вот так. Понимаете? Я люблю что-то, где есть манго. И так он ел этот джекфрут. А вы знаете, если джекфрут разрезать, там появляется клейкое вещество. И этот клей склеил с его борода и усы. Он пытался помыться. Но это не уходит. Тогда он взял мыло. А если вы взяли мыло, то мыло от мыла еще больше затвердело. Это опыт такой у нас есть, что если кто-то вымазался в этом клее, если пытался мыть его снова, этот клей еще больше твердеет. А у него время, пора ехать. А у него время, пора ехать. А? А что же делать? Он позвал своего друга. Ты дал мне такой вкусный, прекрасный фрукт и я его съел. Но сейчас у меня есть большая проблема. Ну у меня сейчас проблема, у меня там все усы, борода все склеилась, я не знаю как это все смыть. Что же мне делать? Что же мне делать? И бенгальский только сказал, есть только один способ избавиться от этого. Ну а ты должен побриться. И он должен побрить голову, усы, бороду. Понимаете? Побрить голову, усы, бороду. Все сбрил. И нет другого метода избавиться. И когда он прибыл из его офиса, и один из его клиентов пришел к нему. А, он тоже был побритый. В Бенгале есть традиция, упоминальная традиция, когда умирает кто-то из близких родственников, отец, мать, брат, они бреют голову, мужчины бреют голову. И вот этот бенгальский клиент, который пришел к нему, к этому суде, был побрит. И когда судья увидел его побритым, И он сказал, что это бенгальский клиент, ты тоже съел джек-фрут? Я съел джек-фрут, и я пришел собриться. Ты тоже, наверное, съел джек-фрут. Смотрите. Здесь есть такой пример. Рати Манджари, она имеет эти знаки на лице, или нет? Итак, вопрос. Есть ли у Рати Манджари, то ответено? Рупа Манджари есть. Но Рати Манджари, Рати Манджари, она очень слабая. Но Рати Манджари так разумна. Она шутит с Рупой Манджари. Там Рупа Манджари падхитапуре осмин. Так что это происходит? Может быть, один большой пурец. Те пурец означает, что это Кришна. Он сказал, что это один большой пурец укусил тебя. То есть Кришна. Так это был пурец. Таковы пурецы. Так что я говорю, потому что Манджари, Манджари, Сева, Манджари, Сева, Манджари, Семати, Радика, с Кришной, Их Манджари. Их Манджари не просто что-то, но все они еще не обращают. Их Манджари. Именно физически и психически. Их Манджари. Манджари так, и их настроение, и преданность Шимати Радики такова, что всё, что испытывал в Шимати Радики, всё проявляется в их уме и в их теле. Актулый Манджари, Рати Манджаре, и вкусно и рок. Это пример. Например, я думаю, что Прабхадануна, Саршадди, это очень красивый пример, как в Вина, в Вина вы понимаете? В любом струнести, если вы вытачиваете, то в один корнер, то в другой корнер, то автоматически это звучит, и вибрация начинает. Просто вытачиваться. Приводит пример с музыкальным инструментом Вина, где бы ни коснулся этой струны, звук будет исключен. Вибрация идет по всей струне. Вы можете коснуться в любом месте, вибрация будет идти по всей струне. И вибрация идет по всей струне, у этой стороны автоматически. Застейнет. Да. И вы получаете звук. И вы также, according to the rhythm, что вы делаете. И так же это. Так же, когда Кришна касается тела Шимати Радики, это чувство, это результаты касания проявляется в телах всей Манджарии. Лолита и Вишаки это не доступны, хотя их зовут Прана Прешта Сакхи, они очень близки к ней и почти на ее уровне находятся. Таким образом, Манджария не отлична в Шимати Радики. Что такое Рупа Манджари, это непосредственно красота, ее образ Шимати Радики? Роти Манджари. Роти – deep attachment, love and affection to Śrīmati, Krishna. А привязан с Шримати Радики Кришне, Ее Рати Кришне проявляется, олицетворена в Рати Манжари. То есть Манжари не отличны от Шримати Радики. И для этого рисования именем Бхаба Ола Сарати. Вы можете использовать такой книжку «Джороса Дахат» и объяснить, и дать разные примеры на разные Грандхи. Я очень подробно это объясняю в своей книге «Сокровища сердца», ссылаясь на Грандхи Ачарья. Если вы прочет, знания проявятся. Все знания появятся в вашем сердце. Очень хорошая книга. Если вы прочете, вы сами увидите. Горпримаам анафима... Горпримаам анафима... Грудер, еще вопрос о вечеринке, что вы хотите для вечеринка? Может быть чапати? Чапати? Если возможно, чапати и... О, нет проблем, у меня есть мури. Картушку. Кит-сири или фрайд-потейто. О, окей. Фрайд-потейто. Жареный картушку. Окей. Грудер? Спасибо. Как-то Гурудер сказал, что мы не можем почувствовать и понять любовь Гурудева и Кришны к нам. Ладно. Нет, наоборот. Мы даже не представляем, насколько любовь Гурудева и Кришна к нам сильна. Можем ли мы вообще когда-нибудь понять, насколько любовь Гурудева и Кришна? Если можем, то как? Если можем, то как? Все ходит, ходит. Да, это возможно понять. Первое, когда преданный полностью предает самому Гуру. А также, когда преданный свободен от всех анард. Анардхи не позволит понять это. Анардхи не позволит понять это. Таков процесс. Таков процесс. Для этого необходимо время. Почему Махапрабху, когда прибыл в Раджа Мандалу, он остался в Маткури, а не во Вриндаване? Анардхи в начале? Анардхи в том же время, когда во Вриндаване в основном были джунгли. Также там жило очень много диких животных в этих лесах. Анардхи в том же время. Анардхи в том же время, Чайтанова Махапрабху, он остался в Акрургат. Акрургат, это граница между Матхурой и Вриндаваном. И оттуда он отправлялся на Парикрама во Вриндаван, он садился в Акрургат и повторял там свято имя. Также в Бхакти Ратнакаре объясняется, что когда Махапрабху прибыл во Вриндаван, он не мог скрыть, спрятать свою сварупу. И кого его собственная сварупа? Он Кришна? Внутри он Кришна, снаружи городом, внутри он Кришна. Во Вриндаван так много удипан, то есть то, что пробуждает сильные чувства. Когда он оказался в Вриндаване, он больше не мог скрывать того, кто он. Он пришел в образе Чтани Махапрабху из-за трех сокровенных причин. И если это настроение Кришна в нём вновь пробудется, тогда он не сможет утворить три желания. Поэтому он устроил так, чтобы он долго не оставался в Вриндаване. Как долго Чтани Махапрабху сидел в Вриндаване? Чтани Махапрабху не сидел в Вриндаване, он сидел в Вриндаване. Поэтому он не находился долго в Вриндаване. Его место, где он отдыхал, где он проводил много времени, это было в округе. В Вриндаване. Поэтому вскоре он вообще вынужден был оставить Вриндаване и отправиться вновь в Джиганатхапуре. Так же была еще одна причина, потому что такой был приказ, так же желание. Мама Шача, она сказала, пожалуйста, не оставайся в Вриндаване. Ты должен оставаться в Джиганатхапуре. Матри-бхакта сирамани сиригаула сандар. Матри-агга пали-варе рахе в Джиганатхапуре. Чайтанна Махапрабху, сомат, лайв и аффициент, из Матери-бхакта. Матри-бхакта. Поскольку Шри Чтани Махапрабху был очень предан своей матери, по этой причине он следовал её Слово. Поэтому он не оставался в Вриндаване. Когда он находился в Имлитале, он не смог вытерпеть, вынести настроение разлуки. Те же деревья, но нету Кришны, нету Гопи. Он видит Свою Дхаму, но не видит Своих парикара, Своих спутников. Есть три вида Дхама, Господа. Праката Дхама, проявленная Дхама. Апраката Дхама, непроявленная Дхама. И третья Дришяман Дхама. То есть Дришаман означает, что там есть некое место. Те же Радхакунда, Срамакунда. Все эти Гирраджи говорили. Но Лил нет. И нет спутников его. И сейчас он в Вриндаване. И вот мы отправляемся в Вриндаван. В какой Вриндаван мы отправляемся? Я только что назвал три вида Вриндавана. Пракат, Апракат и Дришяман. Мы отправляемся в Дришяман Пракаш Вриндаван. Мы отправляемся в Дришяман Пракаш Вриндаван. Понимаете? Потому что он видимо. Это тот же Говардхан. Он не изменился. Может некоторые абсористы поменялись. Раньше были там тропинки. Просто грунтовые тропинки, дорожки. А сейчас там асфальт. Пракат 35-40 лет назад, когда я был в Вриндаван. Мы видели. А теперь мы видим. Какая разница. Например, 35 или 40 лет назад, когда я оказался первый раз у склонного Вриндавана. То, что я видел. И то, что сейчас несколько отличается. 30 лет, 35 лет назад, когда я приехал в Вриндаван. Мы видели. Какая разница. А теперь она разница. То, какую я видел Ачиману 35 лет назад. Она была такой красивой. Сейчас она отличается. Сейчас невозможно принять Ачиману в воду Агимуну. Сейчас невозможно принять Ачиману в воду Агимуну. Там какие-то насекомые плавают. Вода какая-то темная, мутная. А 35 лет назад, когда я приехал в Вриндаван. Вода была чистая. Кристально чистая. И тогда и дороги были очень простые, грунтовые. Но правительство там сейчас подстроило всего подряд. То есть мы не можем видеть настоящий Вриндаван. Они вырубают деревья, строят большие здания. Многие компании начинают там строить свои заводы представительства. Сейчас там все превратилось в большие города. То есть я вижу огромную разницу между тем, что я видел 35 лет назад и то, что сейчас. Когда Махаправа прибыл в Вриндаван уже прошло 5000 лет. Уже так много изменилось. Места на месте, деревья на месте. Но уже есть разница. Но у Дипана по-прежнему там. Ему он та же. Тот же вам Шиват. Радхакунда. Шрама, Кунда. Шрам Слорова. Шрам Слорова. memāpravu, когда he came and saw this thing, then there's so much stimulation coming there, Dippan. Поэтому, когда Махаправу оказался, там было так много Dippan, которые взволновали его сердце. Иногда он прыгал в воду Ямуны. Он находился по 5-6 часов под водой. Вы можете это представить? Это объясняет читание Чайтанда Амрита. Как много вы можете провести времени под водой? Чайтану Махапру. Он по несколько часов находился под водой. Иногда он терял сознание. Иногда он плакал. Он видел свою обитель, деревья, но не видел своих спутников. Я Кришна, но где Лолита, где Ратва? Не Нанды, не Ишоды. Поэтому в разлуке он терял сознание. Валабхадра Батачаре, он понял, что если Махапру продолжит находиться там, он скоро уйдет из этого мира. И поэтому он постарался его вернуть обратно в Пури. И поэтому он постарался его вернуть обратно в Пури. Также еще одна лила. И Каджи пробовал коррект Масад. Одна лила также превращается в другую лила. Встреча с Санатной Гасвами, с Рупой Гасвами, одна лила переходит в другую лила. Ари-хари-будж! 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 Продолжение следует...